Глава 10. Наш духовный путь. Глава 10. Наш духовный путь. Я думаю, что мир возвращается к этим идеям, которые когда-то прекрасно сформулировал Спиноза, сказав, «Весь космос – это единая субстанция, частью которой мы являемся. Бог не какое-то внешнее проявление, Он – это все, что существует». Я считаю, что легенды об Атлантиде, Шангрила и другие происходят из нашей извечной тоски об утраченной утопии, однажды имевшей место в нашей истории. В сверхсознательном уме каждого человека, которого я когда-либо погружал в состояние глубокого гипноза, имеется память о неком утопическом доме. Первоначально идеи об утопии иллюстрировали больше идеи и мысли, а не общество. Мои субъекты видят мир душ как общность идей. В этом смысле после жизни связано с самоочищением мысли, чувства, которые еще воплощаются, далеки от совершенства, о чем свидетельствуют мои случаи. Тем не менее, мы со своей смелостью можем считать наше существование в мире душ той самой утопией, потому что там существует всеобщая гармония духа. Справедливость, честность, чувство юмора и любовь являются важнейшей основой нашей жизни после жизни. После ознакомления с информацией, содержащейся в этой книге, наверное, должно показаться жестоким то, что утопия – заветный мир наших грез. Гипноз действительно существует внутри нас, но скрыт от нашего сознания, блокирован амнезией. Когда некоторые из этих блоков преодолеваются с помощью гипноза, медитации, маны, молитвы, ченнелинга, йоги, воображения и снов элементального состояния, достигаемого благодаря физическим усилиям, возникает ощущение личной силы и могущества. Еще 2400 лет назад Платон писал о реинкарнации и говорил, что воплощаясь, души должны переправляться через лету, реку забвения, чьи воды блокируют память о нашей истинной природе. Сокровенные истины о нашей небесной истории могут быть сегодня восстановлены, потому что мы способны обойти наш сознательный ум и достичь своего подсознания, которое не подвергалось воздействию вод реки забвения. Наше Высшее Я помнит о наших прошлых триумфах и падениях и избирательно нашептывает нам о том, что происходило столетия и тысячелетия назад. Наши личные гиды стараются дать нам лучшее в обоих мирах, небесном и материальном. Каждому новому ребенку дается открытая возможность вновь устремиться в будущее. Наши духовные учителя желают создать кармические возможности, не давая нам ограничивающего нашу свободную волю знания о тех ловушках, в которых мы попадали в прошлых жизнях. Они становятся более снисходительными относительно нашей амнезии по мере того, как мы продвигаемся по пути самопознания. Такой путь к обретению мудрости наилучший для нас. Часто задается справедливый вопрос о том, почему сейчас ослабили блоки нашей памяти о духовном существовании, что, конечно, дает больше возможности исследовать мир душ. Я много думал об этом вопросе, потому что я ожидаю, что сейчас, в 21 веке, более молодые гипнотерапевты значительно дальше, чем мое поколение, продвинутся в раскрытии духовных аспектов ума. Но я полагаю, что наша способность проникать все глубже и глубже в тайны жизни по ту сторону является прямым результатом всего хода жизни в 20-м столетии. Несомненно, развитие прогрессивных техник и методов в гипнотерапевтической практике должно приниматься во внимание. Однако, существуют более глубокие причины того, что наша амнезия за последние 30 лет стала менее жесткой. Никогда ранее разнообразные наркотические средства не получали столь широкого распространения среди населения. Эти воздействующие на ум химикаты закабаляют душу, окутывая тело ментальным туманом. Душа не в состоянии выразить свою сущность через загрязненный химикатами ум. Мне кажется, что верховных планировщиков уже утомил этот аспект человеческого общества. Есть также и другие причины. Мир, в котором мы живем, чрезвычайно перенаселенный. Уже в конце 20 века был одержим безумной агрессией, порочным, нездоровыми устремлениями и имел отравленную окружающую среду. Систематическое разрушение нашей планеты на протяжении последнего столетия достигло беспрецедентного в истории человечества размаха и последствий. Несмотря на мои комментарии, у меня не столь мрачное видение будущего. Может быть верно, что люди, живущие в ту или иную эпоху, воспринимают свое время как более упадническое по сравнению с предыдущими эпохами. Но все же, в прошедшем столетии мы имели значительные культурные, политические и экономические достижения. Во многих отношениях безопасность мира обеспечена сейчас более надежно, чем в 1950 году. Что касается уровня самосознания нации, то мы можем говорить о возросшей социальной совести и принятии более серьезных обязательств в отношении сохранения мира, чем это было когда-либо в долгой истории монархии и диктатур, свидетелями которых мы были еще в начале 20 века. С чем мы сталкиваемся в 21 веке, так это с ослаблением индивидуализма и чувства человеческого достоинства в перенаселенном обществе, в котором преобладает дух материализма. Глобализация, интенсивный рост городов, расширение власти большого бизнеса – все это приводит к одиночеству, разобщенности и расщеплению личности. Многие люди ни во что не верят, только в выживание. Я считаю, что перед нами распахнули духовную дверь, утверждая нашу бессмертность, потому что непродуктивность – отрицание этого знания. В духе очевидно. Если что-то не работает на земле, то в мире духа, насколько я могу судить, исходя из своей практики, кое-что может быть изменено. Блоки беспамятства были заложены в человеческом существе с целью предотвратить преждевременную реакцию на определенные кармические события. Однако позитивный момент амнезии уже не может перевесить отрицательные проявления жизни в условиях пустоты и апатии, вызванных интоксикацией и прочими негативными факторами современного мира. Слишком много людей пытается уйти от реальности, потому что они не видят смысла своего существования. Помимо наркотиков и алкоголя, на людей оказывают воздействие и побочные эффекты высокотехнологических обществ, приводящие в духовной пустоте. Поскольку они находятся во власти чувств своего телесного эго, люди очень минимально связаны или вообще не связаны со своим истинным Я. Так как каждый из нас является уникальным существом, отличным от других, устанавливание контакта со своим Я, это личное дело каждого, кто желает достичь внутреннего мира и найти свою собственную духовность. Когда мы полностью подчиняем себя той или иной системе убеждений, базирующей на опыте других людей, мы, как мне кажется, теряем какие-то элементы нашей индивидуальности. Процесс самопознания и формирования личной философии, неограниченной существующими доктринами, требует определенных усилий. Но это стоит того. Существует множество путей достижения этой цели, которые начинаются именно с доверия к себе. Камю говорит, как рациональное, так и иррациональное приводит к некоторому пониманию. По правде говоря, проделанный путь не столь важен, достаточно желания достичь конечного пункта. Видение после жизни, как святая святых, хранится внутри нас в то время, когда мы блуждаем по лабиринтам земных путей. Трудность раскрытия фрагментов воспоминаний о нашем вечном доме связана с различными жизненными проблемами и неурядицами. Вовсе неплохо принимать жизнь такой, как она есть, не задаваясь вопросами и допуская, что в конце произойдет то, что должно произойти. Однако тех, кто жаждет знать больше, не может удовлетворить простое принятие жизни. Тайны жизни приковывают внимание некоторых путников, озабоченных смыслом жизни. Занимаясь поиском своего собственного духовного пути, есть смысл задуматься над тем, каких норм поведения мы желаем придерживаться. Некоторые теологи предполагают, что нерелигиозные люди пытаются ослабить моральную и этическую ответственность, предписанную для нас высшим авторитетом в священных писаниях. Однако после смерти нас оценивают не по характеру нашей религиозной принадлежности, а скорее по нашему поведению и ценностям. В мире душ, о котором у меня имеется информация, больше рассматриваются наши действия по отношению к другим, чем к себе самим. Если традиционно религиозная деятельность удовлетворяет вашим целям и обеспечивает вас с духовной поддержкой, у вас, возможно, есть основания верить в писание и стремиться к коллективному поклонению. Но то же самое справедливо и в отношении тех, кто присоединяется к метафизическим группам и достигает удовлетворительных результатов, следуя вместе со своими единомышленниками, идеям предписанных в духовных текстах. Необходимо иметь в виду, что поддерживая и просвещая вас на вашем пути духовного развития, подобные практики могут подходить далеко не каждому. Если вы лишены внутреннего мира, не имеет значения, какого рода духовное пристрастие вы имеете. Разлад в нашей жизни возникает, когда мы отделяем себя от нашей внутренней силы, решив, что мы совершенно одиноки и не имеем духовного руководства, потому что никто наверху нас не слышит. Я с большим уважением отношусь к людям, имеющим твердую веру во что-то, поскольку большую часть своей жизни я не имел прочных основ духовности, несмотря на все мои поиски. Есть такие атеисты и агностики, которые считают, что поскольку религиозное и духовное знание не может быть подтверждено естественным или доказанным фактом, оно неприемлемо. Для скептиков просто вера не является признаком истинно выявленного сознания. Я отношу себя к этим людям, так как был один из них. С тех пор моя вера постепенно возрастала, как следствие моей работы с субъектами в моих гипнотерапевтических сеансах. Это та сфера человеческого сознания, в которую я верил профессионально еще до моих научных открытий. Кроме того, мое духовное сознание было также результатом моих личных медитаций и размышлений по поводу этих исследований. Духовное восприятие должно быть предметом индивидуальных исканий. В противном случае оно не имеет значения. На нас сильно влияет непосредственно окружающая нас реальность. И здесь мы можем действовать сиюминутно, ступая шаг за шагом, не испытывая необходимости заглядывать далеко вперед. Даже шаги в неправильном направлении могут раскрыть для нас многие пути, предназначенные для того, чтобы научить нас чему-то. Чтобы привести истинное «я» нашей души в гармонию с нашей физической средой, нам дана свобода выбора, позволяющая нам использовать нашу свободную волю в выявлении причин нашего пребывания здесь. На пути жизни мы должны принимать на себя ответственность за все наши решения, не пытаясь обвинять других людей за неудачи и разочарования. Как я уже упомянул, предполагается, что для того, чтобы успешно осуществить свою миссию, мы должны всячески помогать другим людям на их пути. Помогая другим, мы помогаем себе. Установление и поддержание отношений с другими людьми блокируется, когда мы лелеем собственную уникальность до такой степени, что оказываемся полностью поглощенными своим эгоцентрированным миром. С другой стороны, если мы находимся за пределами своих собственных владений, мы как личность также становимся неэффективными. Наше тело было дано нам не случайно. Его выбрали для нас наши духовные наставники, и после ознакомления со всеми их предложениями мы согласились принять тело, которое и имеет в настоящее время. Таким образом, мы не являемся жертвой обстоятельств. Нам доверено наше тело, чтобы мы принимали активное участие в жизни, а не были просто сторонними наблюдателями. Мы не должны упускать из виду то, что заключили этот священный контракт жизни, и это означает, что роли, которые мы играем на земле, в действительности более значительны, чем мы сами. Энергия нашей души была сотворена авторитетом, более высоким, чем мы можем себе представить в нашем нынешнем состоянии развития. Следовательно, мы должны сосредоточить наше внимание на том, кем мы являемся как личности, чтобы обнаружить этот элемент божественности внутри нас. Все ограничения на пути личностного самопознания созданы нами самими. Если духовные пути других не подходят вам, это не означает, что не существует пути, соответствующего вашим потребностям. Быть тем, кто мы есть, это важнейшая истина в жизни. Когда один человек обнаруживает какой-то аспект своей истины, это не означает, что для другого она должна заключаться в том же. По сути дела, мы находимся один на один с душой, и люди, испытывающие чувство одиночества, не вполне нашли нас в себя. Поиск сущности своей души имеет отношение к овладению собой. Процесс овладения нашей индивидуальной сущностью подобен состоянию влюбленности. Нечто дремлющее внутри нас в какой-то момент нашей жизни пробуждает под воздействием того или иного стимула. Душа сначала как бы многообещающе заигрывает с вами, привлекая вас и поощряя идти еще дальше. Первоначальное вовлечение в процесс самопознания происходит играючи, начиная с легкого соприкосновения нашего сознания с подсознательным умом. По мере того, как желание полностью овладеть нашим внутренним «я» растет, мы хотим установить еще более тесный контакт. Признание, познание нашей души становится истинным бракосочетанием со своим «я». Самая привлекательная сторона процесса самопознания появляется в том, что когда вы слышите этот внутренний голос, вы моментально узнаете его. Исходя из опыта своей практики, я считаю, что каждый на этой планете имеет личного гида. Духовные гиды обращаются к нашему внутреннему уму, и мы слышим их, если мы восприимчивы. Хотя одних гидам бывает достичь труднее, чем других, каждый из нас обладает способностью воззвать к ним и быть услышанным. Ничто в жизни не происходит случайно, однако людям многое представляется случайным, и это сбивает их с толку. Именно такое отношение меняет воспринять идеи о духовном порядке. В таком случае легко почувствовать, что наша жизнь неуправляема и нецелесообразна пытаться найти себя, поскольку все равно наши действия не имеют никакого значения. Убежденность в случайности событий оказывает негативное влияние на нашу реакцию, на ситуации, и мы не стремимся как-то объяснить их. Паталистическое отношение к жизни, которое выражается в высказываниях типа «такова воля Бога» или даже «это моя карма ведет к бездействию и бесцельности существования». То, что мы имеем значение в жизни, приходит маленькими порциями или сразу все в большом количестве. Самоосознание может увести нас далеко за пределы того, что мы считали своим предназначением. Карма – это приведение в действие тех условий и факторов на нашем жизненном пути, которые ускоряют обучение, понятия источника, управляющего всем и вся. Это не что-то особое, отстоящее от нас. Те, кто понимают духовность как нечто внешнее, надеются воссоединиться с Творцом после смерти. Те же, кто сконцентрирован на своей внутренней духовности, ежедневно чувствуют себя частью всеобщего единства. Духовное прозрение приходит к нам в тихие минуты самоанализа и созерцания благодаря силе одной лишь мысли. Жизнь заключается в постоянных изменениях, направленных на самореализацию. Место, которое мы занимаем в мире сегодня, завтра может измениться. Мы должны научиться приспосабливаться к различным обстоятельствам жизни, поскольку это также является частью плана нашего развития. Если мы следуем этому, наше «Я» переключается с маскировочного внешнего процесса нашей временной телесной оболочки на то, что лежит глубоко внутри вечного ума нашей души. Чтобы вывести человеческий ум из состояния разочарования, мы должны расширить наше сознание, в то же самое время прощая себя за ошибки. Я полагаю, что для нашего ментального здоровья важно, чтобы мы были способны относиться с чувством юмора к себе и к затруднениям, которые случаются на нашем пути. Жизнь полна конфликтных ситуаций, и борьба, боль и счастье, через которые мы проходим, это то, из-за чего мы здесь и находимся. Каждый день мы начинаем все сначала. В конце я приведу отрывок из беседы с одним моим субъектом, который как раз готовился к очередному оставлению мира душ для нового воплощения на Земле. Я думаю, его слова станут подходящим завершением этой книги. Приход на Землю – это путешествие, в котором мы отправляемся из нашего дома в чужеземную страну. Кое-что кажется знакомым, но большая часть вещей представляется нам странной, пока мы не привыкнем к ним. Особенно это касается суровых обстоятельств. Наш настоящий дом – это место абсолютного покоя, тотального приятия и совершенной любви. Разлучившись с нашим домом, мы больше не можем воспринимать вокруг себя эти прекрасные качества. На Земле мы должны научиться справляться с нетерпимостью, гневом и грустью, пытаясь обрести радость и любовь. Нам нельзя утратить нашу цельность на этом пути, жертвуя добрыми качествами ради выживания и занимая позиции, более низкие или более высокие по отношению к окружающим. Мы знаем, что жизнь в несовершенном мире поможет нам оценить истинное значение совершенства. Мы просим о мужестве и смирении перед нашим путешествием в другую жизнь. По мере роста нашего сознания повышается и качество нашего существования. Именно в этом заключается наше испытание. Пройти его – это наше предназначение. Продолжение следует...